Дети России, я понимаю, что вы родились в России, ну вы так получилось, что родились, ну вот это от вас не зависит. Но чтобы зайти в эфир, нужно нажать на двух человечков, да? Подождать, чтобы я вас взяла. И вот момент, который был как раз от вас зависел, вы говорите вот то, что вы сказали. Зачем? Ну если не готовы общаться на то, с тем не заходите. Я говорю, что Путин плохой, потому что он ваших папу бил. Зеленский шквам не постучал? Вы когда открываете почву, там Зеленский стоит, нет? С пистолетом? Или Путин говорит, не пойдешь, я тебя посажу в тюрьму. Ну подумайте, что вы сейчас зашли сюда в эфир и вы дважды дебил. Все время срабатывает. Они начинают себе реально прятаться. Ты видишь, что вот украинцы, они начинают плакать, им стрёмно, потому что они вспоминают вот эту вот сирену, которая в Украине там каждые полчаса, да? И ты видишь, вот наблюдаешь, как люди вот разбегаются, типа, ну боятся. И ты с ним говоришь, да, это меня напоминает, вот, что в Украине было. А они думают, что типа просто так приехали, ради прикола. У них там жизни не было никакой. И поначалу же было так, что вот у нас тут, допустим, русский магазин Mixmark, и когда война началась, они там начинали там закидывать русский магазин камнями, разрисовать. Да, это тоже неправильно, потому что в Германии, причем тут это, да? Мой брат, он водитель автобуса, и было даже так, что там одна девушка разговаривала на русском языке, ее выгнали с автобуса, потому что она разговаривала на русском языке. То есть типа, потому что Россия, Путин, война и так далее. Просто выгнали с автобуса. Те же самые немцы. То есть немцы даже за Украину. А многие вот слышают какое-то говно, которое вот русские немцы говорят именно. Тем более в ТикТоке. Сейчас уже, наверное, идут мирные переговоры. И Россия выведет свои войска с Украины. Крым, скорее всего, наверное, по моему мнению, будет под двойным управлением временно. Вот. Ну и сейчас, наверное, идут разговоры о том, у кого сколько оружия будет на границах стоять в итоге. И какое оружие. Поэтому, ну, другого варианта я просто не вижу. А как вы себе представляете двойное руководство в Крыму? Что-то я не могу понять. Как, как понять двойное? Ну, как до 14-го года было. Как до 14-го года было. Ну, и со временем, я так думаю, на какой-то период времени. Мне кажется, Украина сейчас идет, мне кажется, Украина сейчас идет в сторону прозрачности. Там не может быть никаких, знаете, трех точек. Если три точки, это как рак, знаете, вырежаешь. Если там хоть две клеточки остается, он вернется со страшной силой. Если сейчас Украина оставит какое-то непонятное двойное руководство в том месте, где Россия уничтожала свободу слова, уничтожала украинские паспорта, не давала крымским татарам молиться или, там, не знаю, ходить, ну, быть крымскими татарами, вы что? Это будет поражение. Ну, возможно, там будет крымскими татарами. Там не должны... Они должны, чтобы платить репарации, они должны... Они должны... Там... Тогда никто в России не поймет, что они не были правы. Что они были неправы. Если Россия где-то оставит свой тапочек, значит, она вернется. Она вернется. Она должна быть наказана по всем... Она должна платить в Нюрбинский процесс. Нюрбинский процесс. Должны выдать всех военных преступников. Должны отдать украинских детей. Вы о чем? Дети Украины должны вернуться домой. А вы говорите, там немножко, как было. Раньше она не уничтожала украинских детей, а сейчас она уничтожила. Все. Не будет, как раньше. Ничего не будет, как раньше. Надо вырезать весь рак. Весь рак. Я полностью согласен. Никаких нот. Иначе все повторится, ну, я даже не какие там 20 лет. Вы что? Если россияне будут уверены, что они были правы, они спокойно будут спонсировать войну на следующей ступени. Вы должны россиянам доказать, что они неправы. Они должны понять, что они неправы. И платить, и платить, и платить. А не там сидеть, где они раньше. Вообще надо укоротить их, знаете, подстричь, аккуратненько подстричь. Надо произойти только после Путина. Конечно, Путина судите. Какие могут переговоры с Путиным? Путин нужно на Гаагу поставить. Его там ждут? Ждут. Это будет честно. Не дай бог он, сука, сорвется, как Гитлер. Плюс население должно еще понять о том, что они... А вот еще, да. Вырываешь зуб сначала с Путиным, а потом с каждым этим округом проводишь, чтобы они как экзамен от зубов, отскакивал, чей Крым, чей Донбасс, чей Луганский. Кто Путин?